Сейчас уже прозвучали гимны команд и, в принципе, последнее приготовление перед тем, как начать наш матч. Видим, что командное фото делает сборная Кипра. Последнее приготовление перед тем, как начать наш матч. Видим, что командное фото делает сборная Кипра. Собственно говоря, смотрит Тихомир Пейн на свой секундомер и все, матч начался. Есть передача на линию штрафной, будет удар в касание и залетает первый мяч. В наши ворота. Десятый номер. Руэль Сатири убил с линии штрафной. Там был, скорее всего, рикошет. Дальше уже мяч отправился в ворота Максима Плотникова. Среагировать он в итоге не успел. Ну что ж, вот так вот быстро киприоты. По левому флангу идет атака. Можно здесь навешивать. Передача в штрафную и вот рикошет от футболиста сборной Кипра, от Кирьяка Сантонио. Но для голкипера довольно-таки успешный. И прямо сейчас по левому флангу атакуем и зарабатываем. Хотел сказать угловой, но нет, поспешил. Мяч на линию штрафной все-таки отскакивает. Девы Скиба. Оставляет мяч у белорусов. В центр идет передача. Можно здесь постараться пробить. Входим в штрафную и удар поворотом. Галкипер спасает. Но вот это уже очень-очень неплохо. Попытка в первый момент создать. Футболист гостевой команды. Малькевич на концевого. Интересно, что Малькевич на правом фланге оказался. Хотя он по позиции все-таки левый защитник. И вот концевую очень здорово проходит по правому краю. Но входит в штрафную и простреливает дальше уже. Есть еще один навес в штрафную и попытка удара. Пелес очень здорово искал в этой ситуации Андреаса Кацантониса. И еще один упражненный в свою контратаку. Вот что-что. Это у них неплохо получается. Роуза, он уже на ногах. Все с ним в порядке. Входит в штрафную. Между здесь тут старается пробросить. И Пелес бьет намного выше. Хотя, конечно, тренер им не очень доволен. Есть прострел. Но вот замыкать некому. Мимо всех проскакивает тут болезнь сборная Кипра. Налево отдает. Роуз входит в штрафную. Роуз, Роуз на двоих на замахе убирает. Роуз, удары спасают. Плотников и не получается уже добивание. У футболиста сборной Кипра нужно лететь в контратаку. Быстрая передача вперед. Но не точно. Активно себя проявил. Появляется Владислав Лошкин. Футболист из Смолевичей. Воспитанник Минского Динамо. Номер 10. Автор пока единственного забитого мяча. Есть еще одна подача в штрафную. Есть еще один удар. И мяч уже не остается. Единственным Кипр забивает еще раз. Судя по всему, это делает 14 номер. Будем следить за объявлениями Диктора. Главный тренер сборной Кипра Савас Дамьянов. Судейская бригада. Роуз. Вновь смещается в центр. Отдает очень неплохую передачу. Сатирил. Вновь в центр. Удар по вороту. Плотников спасает. Но вот вновь приходится вспоминать про нашего прекрасного галкипра. Если бы не он, то... Сотенька вперед выбивает. Да, уже немного играют киприоты. Так, на каких-то легких ногах. Вот контратака сборной Беларуси по правому флангу прямо сейчас развивается. Ложкин вперед продлевает. Гречиха вновь на Ложкина. Ну а здесь может Владислав пробить. Есть удар. И наконец-то момент. Спасает галкипер Параскевас. Но тем не менее Ложкин до удара это дело довел. Поэтому здесь мы браво говорим о атаке сборной Беларуси. Хотя бы... Не смог мгновенный мяч обработать. Волков играет в центр. Гречиха. Концевой. Штрафной. Артем Концевой будет любить удар. Реблокирует. Но какой шанс был. Нужно быстрее бить в правый угол. Свободен был он. Гречиха нашел Концевого. Бреско связка из руха. Очень. Сатирио получает мяч. Он может индивидуально разбираться. Сатирио входит в штрафную удар по воротам. И вновь Плотников спасает. Роуз на зоне оказывается. Понимаешь, что лежать здесь смысла нет. Есть навес. Какой классный навес. И здесь забивать можно было. Кипра мог бы сделать, чтобы было бы совсем плачевным для нашей сборной. Но у нас готовится замена. Ну что ж, не забивают, как-то гибриоты, на самом деле. Плотников таки отражает. Браво, говорим, Максима. Потому что, если честно, очень тяжело здесь. На фонтов в центр смещается. Но как-то немного не туда он побежал. Тем не менее, мяч оставил у белорусов. Волков направо. Есть прострел. И можно бить. И прямо у вратаря спасает тот. Уже первый для сборной Беларуси. Потому что, кроме момента Ложкина, где он пробил в голкипера, пока и вспомнить нечего. Может быть, сейчас что-то будет. Ложкин бьет прямо. Ух ты. Это штрафной ли будет? Или это и вовсе будет пенальти? Арбитр точно чего-то ждет. Роман Девескиба. Есть удар. Есть гол. 1-2. Шот становится. Ну и нужно, конечно, быстрее на центр бежать. Волков на мяке. Что-то продлевает дальше. Ложкин направо. Ну что, будет ли финальный штурм? Будет ли попытка хотя бы пробить? Есть удар, поворот там, но... Подавать. Есть передача. И тут едва ли голкипер из-под перекладины. Мяч достает угловой. Угловой, но все-таки решил я, Ромка, что не нужно. Это есть передача в штрафную. И голкипер мяч в руки забирает. Да, киприоты завершают этот матч победой, гостевой. Второй раз они обыгрывают белорусов. Не получилось, к сожалению, в нашей сборной здесь набрать очки. Напомню, что Сатирил на седьмой минуте счет открыл.